всем привет с вами я дмитрий фреско и владимир вы смотрите кулинарную пропаганду владимир и вы уже наверняка помните по крайней мере постоянные зрители канала мы с ним вам показывали паэлью суперскую совершенно мы с ним вам показывали тандыр что еще было еще мы с тобой пробовали хамон и были в лизаране лизаран такая сетевая забегаловка в испании мы с володей обсуждали где можно здесь недорого и относительно вкусно поесть и при этом не травиться сегодня мы собрались для того что приготовить вам сладость я вообще сладости признаться честно не очень люблю зато я люблю хотя нет вру я тоже люблю сладости но я люблю сладкую выпечку тесто много было а володя вещи не подбил приготовить тишку сыску или цацку как ему больше нравится оба названия подходят короче я не знаю чуть такое я ни разу и не готовил даже ни разу не пробовал он мне сказал что нужно продуктов соответствующих закупить я купил то есть я купил желатин у нас еще печенье разных сортов сметана и желатин в пластинках короче для начала нужно приготовить желатиновые это не желатин да это желе разное цветное желе вкусное ароматизированное и остудить его в холодильнике давайте займемся нам понадобится для начала кипяток а я пока упаковочку желе вскрою но в общем делаем желе по инструкции вот у нас есть кастрюлька мы его поставим на плиту как я знаю пол литра уже растворилась можно заливать форму форма лучше чтобы была плоская чтобы потом можно было удобно нарезать желе на полоски и так первая часть про лизонского балета у нас завершена условно завершена конечно потому что для классной извините цицки цицки да для классной цветки как рассказал володя нужно 35 может 10 разных видов желе володина смешал только одно остальное не надо 3510 разных видов жили не надо никаких ты чего три же даже больше лучше ну ладно 3 он смешал только одно остальные мы смешивать не будем потому что у нас маленькая но все-таки кино и володя привез уже готовое желе она сейчас в холодильнике мерзнет поэтому сделаем вид что это желе у нас уже застыло и мы переходим ко второй части марлезонского балета что у нас входит во вторую часть полизонского балета теперь мы по инструкции разводим обычный желатин в теплой воде а я пока уберу горячее желе остывать пока володя занимается желатином я займусь сметаной сахаром нужно ее взбить и для этого я воспользуюсь совершенно замечательным своим планетарным миксер у нас сметана примерно литр поэтому желатина берем в расчете на литр жидкости при его разведении нужно использовать минимум воды возможной потому что у нас потом займет вместо этой воды который по инструкции указано в желатине у нас вместо займется сметана и чуть не забыл желе который сейчас в холодильнике нужно делать немножко более констерированным чем по инструкции у меня здесь литр сметаны и сюда нужно добавить где-то 75 100 граммов сахара и тщательно перемешать теоретически это все должно взбиться раз во два на самом деле я ни разу такого со сметаны не видел ну смешаем как смешается правда можно вымешивать взбивать важный момент добавлять именно сметана в желатин разведенный а не наоборот иначе желатин может внутри сметаны свернуться по чуть-чуть можно добавлять а я буду помешивать и меня припахали вот а теперь когда у нас уже разве но мы можем сделать все в общем наоборот и все все выливаем обратно в сметану уже разбавлен желатин и теперь осталось туда добавить печенье желе и залить форму все попробуем так ну что наломать это печенье что подозрительно выглядит очень жидкая для красоты нужно добавлять не только шоколадные крекеры но и вот такие вот светленькие на самом деле делайте на свой вкус этот рецепт очень любит творчество мы вам показываем просто один из проверенных вариантов но вообще можно в это же желе в эту сметану добавлять и клубнику и малину и все что угодно я бы шашлыка добавил нет шашлыка точно не надо ну вот теперь мы просто все это перемешиваем и можем добавить еще судя по тому какая у нас консистенция осталось только залить это все в салатник пленка нужна только для того чтобы смесь не приклеилась к форме как приятно когда ножи острые ну в принципе да за что просто получить ты заберешь и точишь нужно снять микро себе отдельный ролик про натачивание ножей как нужно правильно их точить на мой взгляд заточка ножей занятия чрезвычайно скучная я не люблю точить ножи я их точу конечно но очень люблю это делать зато удовольствие от работы с ними ножами это отдельно теперь мы это все убираем в холодильник часов на пять и все ну что давай снимать пробу какая у меня черная не плохо ничего там то что мы должны были приготовить да только в этой получилось немножко меньше сметаны чем в другой который мы который мы делали и знаете мне кажется что желе для этого десерта лучше в большей степени кисленькая класть потому что сметана с сахаром достаточно такой нейтральный сладковатый вкус дает печенье тоже сладкая а вот кислинки вот это его самый желе здесь в моем кусочке не очень хватает поэтому больше лимонного желе и меньше всякого сладкого не так нравится просто вот из такой разницы вкусов и складывается то что я называю жизнью спасибо за компанию всем пока и и